всем привет с вами снова оксана майкова и анатолий вы много спрашивали а мы ну вот наконец-то прошли эти сколько месяцев прошло с наши последние с нашего последнего ролика прошло два месяца помните мы снимали ролик на балконе когда здесь все было разрушено здесь страшно было внутрь зайти и вот наконец-то то лик ремонт закончен поздравляю теперь мы эту квартиру должны достойно продать потому что в нее вложено много сил много терпения ну давай поделись чуть-чуть с нашими зрителями но переживаний хватило в ходе ремонта первичный взгляд конечно дал немножко загадок и их крепких впечатлений но в ходе ремонта так некоторые моменты оказались посерьезнее пришлось потрудиться но результат радует и поэтому сплю отдыхаю наслеждаясь жизнью и это тоже да то есть немножко скинул да вот этот стрессовый момент когда работаешь работаешь тебе что не позвонит и вечно с отбитыми руками в пыли и в грязи но не просто дался потому что своя специфика совершенно свои тонкости вот эти вот ремонтные а можешь чуть-чуть хотя бы нам чуть-чуть поделиться потому что опять же не все могут себе позволить дорогие готовые квартиры то есть кому-то может быть придется с этим столкнуться на что бы ты рекомендовал обратить внимание вот пару советов но здесь три момента основных на которые я сам как первичный взгляд обращал внимание это значит стены однозначно потому что здесь любят красить стиль антик это покраска рельефная покраска то есть она как со штукатурка хитрая системы ерундополы дальше электросистема потому что во многих домах она старая и просто ее страшно оставлять и сантехника конечно это то что касается труб это 100 что касается ванны унитазы раками все что подряд это три момента которые да потому что приходится много пришлось много потрудиться полностью электросистема заменена сантехника сантехнические работы практически стопроцентном объеме сделаны и стены со стены стены потолки тоже практически стопроцентно все это пришлось равнять пришлось все это делать но я смотрю красиво получилось квартирка на заглядение да просто все чистенько все хорошо заезжай покупай остальное уже то что касается как или там где-то делал кухня стиральная комната допустим это уже так для себя для души просто интересно было сделать так чтобы сам же вышел вау интересно хотелось остаться я с тобой соглашусь очень свежо и хорошо дышится вы знаете здесь очень высокие потолки то есть в отличие от нестандартных испанских потолок сколько у тебя высота потолкам ой даже врать на год по моему 290 290 то есть это тоже создает дополнительный дополнительный объем квартире она небольшая то есть она односпальная причем ну вот как бы у нас совмещен зал вместе с кухней вот здесь вот буквально по правую руку но хорошая большая спальня то есть то что многие спрашивают для инвестиций квартиры для сдачи в аренду квартира готова к аренде готова к сдаче то есть все о чем мы говорим и просчитываем здесь в этой квартире есть то есть под окнами не ходят машины поют птиц птицы нет парковки я имею ввиду внутри то есть окна квартира выходят во дворик не наружу поэтому приятный вид из окна приятные звук из окна до шум вот и спишь здесь как с шумом но здесь почему мне нравится это не туристический район скажем так здесь квартиры сдаются но в основном живут испанцы испанцы любят ночную тишину скажем так соблюдать порядок поэтому днем здесь вот сейчас кроме пения птиц ничего не слышно и ночью та же самая картина тишина спокойствие это приятно потому что по соседству иметь дискотеку скажем так это не очень большая а сколько до моря до моря пешком 15 минут до моря пешком 15 минут поэтому опять же если сюда приезжает семья ну вот молодые люди дали либо пары то им будет здесь комфортно уютно и я видела меркодона рядом магазины рядом но коммуникации достаточно хорошей центр города пешей доступности большой магазин автострада рядом то есть вы сразу связь мало гомордея буквально за поворот и уже на автостраду выезжаешь аэропорт пляж 15 15 минут это не так страшно люди вон соседи выходят полотенце на шею повесил и пошел свежий воздух почему не прогуляться квартиры ребят правда реально уже ну вот то что было и то что есть это небо и земля и я рада что я в тебе не ошиблась то есть мы записывали первый ролик еще не знали что из этого можно сделать и смотрите что получилось сейчас пройдем покажем давай чуть-чуть к ремонту вернемся пускай чуть-чуть к ремонту потому что это будет интересовать наших зрителей наших учеников в принципе во сколько тебе вот если так экономично посчитать экономично-экономично во сколько обошелся ремонт сам ремонт по стройматериалам если брать строго только ну скажем материалы по чекам то это порядка двух тысяч но здесь я буду что немножко споткнулся электросистема пришлось менять полностью и соответствии с нормами поэтому немножко конечно расходы скажем так стыка зашкалили и сантехника ну сантехника не знаю как к ремонту это относительно не к ремонту скажем так то что мебель однозначно это по другой статье пошло и стены 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 с потолками не считая опять же капель капель наверно сюда же можно конечно 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 да тоже как бы взяли свои деньги скажем так взяли сколько ну вот это все вместе пошло где-то около двух тысяч около двух тысяч то есть около двух тысяч это стройматериалы проводка как я поняла электрика да и сантехника да но это исходя из того что 2000 на относительно небольшую квартиру то есть она в самом начале реально оказалось ну скажем так и первое впечатление было не очень обманчиво когда начинаешь делать там уже немножко так возникают отдельные моменты и несмотря на то что квартира вроде как небольшая но вот материалы все-таки пошли потому что с другой стороны где-то сэкономить в ущерб чему-то скажем так здесь все должно быть на маленьком объеме все должно выглядеть так чтобы оно презентабельно выглядело играл ребят мы к чему снимаем этот ролик да и почему все-таки уделяем этому время потому что если мы говорим об инвестициях об инвестициях всегда можно посчитать и выбрать ту формулу да по которой тебе удобнее и который позволительную форму потому что много курсов по инвестированию давайте покупайте вкладывайте то есть мы стараемся найти для вас максимально удобную форму то есть вы можете купить квартиру недорогую выложиться в ремонт до сделать его сами как это дело сделала на то ли сейчас то есть это его вторая работа и я сейчас смело могу сказать что вот сейчас я уже могу думать о том что да есть человек который реально качественно работает делает ремонты и сейчас мы будем думать об этом проекте то есть максимально эффективно и экономично то есть вы можете выбрать для себя свою форму купить сделать ремонт самим либо нанять проверенных людей и отремонтировав эту квартиру продать да вот сейчас мы эту квартиру выставили на продажу и народ ходит народ смотрит то есть мы ее продадим то есть однозначно в ближайшее время потому что все хорошо сделано все правильно сделано правильно выбрано время вместо и мы не как бы не задираем цены то есть анатолий он вложился он отбивает только свои затраты и плюс свою работу да то есть опять это как бы пробные проекты но они приносят свою как это сказать свою отдачу да наверно сейчас все равно процесс обучения продолжается скажем так потому что первая квартира помочь и жесткий опыт получился сейчас уже с учетом предыдущих ошибок перенес на эту квартиру и здесь уже немножко применил имеющиеся знания плюс школа помогла разобраться в формальных вопросах то есть под документациями сценами как они формируются что можно делать плане купли продажи правильно но толик знаешь чтобы я сейчас хотела сказать вот школа уже смотри сейчас 10 месяц мы официально ее открыли в январе да то есть феврале был первый набор и ты знаешь чем еще сталкиваюсь вот с обратной связи вот ты был один вот сейчас мне даже знаешь не интерес как бы школа до помогает потому что всем надо учиться инвестировать надо учиться иначе ну попадешь а меня бы сейчас интересовало вот но поддержка вот и поддержка которую ты можешь скажем реально получить в этой обстановке она очень ценна и двойне цена поддержка грамотная и то что непосредственно как бы оказывает тебе большую пользу в твои твоих делах потому что самому тяжело тяжело сам сам совершаешь ошибки если совершаешь что самому исправлять это вдвойне тяжело и зачем совершать какие-то большие шутки когда можно предотвратить задай вовремя вопрос получи ответ все ты уже в чем-то застрахован и ребят это самое главное то есть для чего открывали школу для чего запускали этот проект для того чтобы действительно когда приезжаешь то ли правильно сказал одному один поле него и на самом деле да как по прутика можно что-то сломать веник его не сломаешь поэтому я очень рада что у нас появился в проекте новый человек не новый человека профессиональный человек человек который возьмет на себя часть проекта потому что инвестиции они разные можно покупать готовые вещи да можно покупать вещи вещи квартиры достаточно в убитом состоянии как была эта квартира и делать из них конфетку с душой сердцем конкретно заточенным под проект под сдачу под как это делает анатолий то есть он делает потрясающие вещи да и он понимает зачем он это делает клиенты покупатели которые сюда приходят да вот сейчас они это оценивают то есть подсознательно сознательно я не знаю но оценивают поэтому естественно я как всегда вам скажу что прежде чем вкладывать большие маленькие средние деньги да для всех они деньги для всех они заработаны то есть пожалуйста обучайтесь пожалуйста подготавливайтесь к тому что вы делаете мы со своей стороны вам всегда окажем ну как сказать помощь поддержку да то есть люди от у которых одна мысль да одна 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 цель одно желание то есть люди встречаются объединяются и делают потрясающие вещи как вот эта квартира как это вторая как вторая работа анатолия поэтому а мы растем да благодаря специалистам получаем опыт ошибки опыт сын ошибок труд трудных и гений парадоксов друг с вами была оксана майкова школа профессионального покупателя сам себе риэлтор мы помогаем инвестировать в недвижимость испании максимально выгодно и безопасно спасибо за внимание в моей скромной персоне моей работе которая здесь проделываю также хочу выразить признательность за помощь оказанную мне после скажем так в процессе обучения и в процессе покупки опять же этой квартиры те вопросы которые мы смогли совместно как бы повышать спасибо толик мы продолжаем вы с нами еще увидитесь я очень надеюсь на разве мы ну приложим все силы чтобы твой проект развивался и присоединяйтесь ребят мы с вами для этого мы здесь и максимально с вами с вами была оксана майкова пока спасибо всем за внимание всего хорошего